От чего зависит выбор и какую роль играет таргетная терапия? Мы все знаем, что назначение лекарственной адъювантной терапии назначается пациентам при второй Б, С стадии, третьей стадии и четвёртой стадии после удаления всех метастатических очагов. И мы все знаем, я думаю, и все доктора регионов знают, что проведение химиотерапии в адъювантном режиме категорически недопустимо. Основные постулаты адъювантной терапии, как и при других солидных опухолях, это, конечно, воздействие на остаточные минимальные очаги, которые, к сожалению, могут циркулировать в крови, в организме у человека, и невозможно их выявить ни радиологически, ни визуально. Проводится сейчас настоящее время работы по изучению циркулирующих опухолевых клеток, как циркулирующие ДНК, а также изменения в костном мозге минимальные. Но в настоящее время, а в этом нам сейчас только может помочь, это обследование и биопсия сигнальных лимфоузлов. Конечно, вторым постулатом является баланс риска и пользы, потому что все пациенты, которые в состоянии послехирургического лечения являются излеченными, потенциально излеченными пациентами, и использование алгоритмов всех модификаций ДОС позволяет сделать адъювантную терапию более безопасной. И, конечно, кровогольный камень — это увеличение выживаемости. Мы уже более подробно рассказали Алексей Викторович о том, что произошли изменения в классификации, что мы видим, насколько зависит общая выживаемость от толщины опухоли, от наличия биопсигнальных лимфоузлов, микросателлитов, трозитных метастазов, и что в связи с изменениями классификации появилась наиболее неблагоприятная подкатегория третьей стадии — это стадия 3D. Мы видим, что десятилетняя выживаемость в четыре раза ниже данной группы пациентов, чем при стадии 3A. Ну и кто же относится к кандидатам для назначения адъювантной терапии? Это пациенты с меланомой высокого риска. Это стадии 2B, 2C, третьей стадии. Мы видим, как отмечал Алексей Викторович, что даже показатели выживаемости у пациентов в третьей C стадии даже лучше, чем категории 2B, 2C стадии. Ну и как и более подробно рассказал Горько Владимирович, здесь, конечно, необходимо наличие мультидисциплинарной команды, в которую ходили бы химиотерапевты, хирурги, диагносты. И, конечно, очень важную роль играют высококлассные специализированные патоморфологи со всем набором необходимого оборудования для выполнения не только гистологических исследований, но и иммуногистохимических исследований для выявления микроизменений. Ну и как останавливался Григорий Владимирович, выполнение лимфоденоктомии, как оказалось, после положительной биопсии сигнального лимфозла не оказало никакого преимущества по сравнению с наблюдением. На данном слайде основные ключевые исследования, которые легли в основу разработки рекомендаций как европейских, американских, так и российских рекомендаций. И что касается пациентов с мутацией BRAV, мы видим, что да, эти пациенты изучались в исследованиях таргетной терапии. В исследовании данная когорта включалась и в изучение иммунотерапии в адъевантном режиме, к пембролизумабам, ниволумабам. И мы видим, что временные промежутки однолетняя, двухлетняя, трехлетняя выживаемость данных исследований сопоставима. В последнее время появились новые данные исследования МУНЭТ, в которые также включались пациенты с BRAV мутацией. Но данная комбинация пока еще продолжает изучение, не зарегистрирована пока. Более подробно остановимся на таргетной терапии. Были попытки изучения монорежима в биморофенибам на основании исследования БРИМ-8. И комбинированная таргетная терапия доброфениба с траметинибом, которая одобрена FDA на основании исследования комбия-Д. Что же получилось с монорежимом виморофениба? Оказалось, что нет никакого преимущества назначения виморофениба при третьей C-стадии. Кривые времени беспрогрессирования существенно не отличаются, они сошлись и с группой плацебо. Однако виморофениб оказал некоторые влияния, и мы видим, что он обладает преимуществом при второй C-3-B-стадии. Ну, я думаю, данный препарат еще будет далее изучаться в адъювантном режиме уже в комбинации, но здесь он, получается, не проявил преимущества и не зарегистрирован как адъювантный режим. Основное направление, конечно, касалось комбинированной таргетной терапии. Это доброфениб с трометинибом, который изучался у пациентов с меланомой третьей стадии, с мутацией БРА. В исследование включались пациенты с третьей А, третьей Б, третьей С стадии, тогда еще была классификация ТНМ-7, мутированные. Обязательным условием было выполнение хирургического лечения не более чем 12 недель перед рандомизацией, и пациенты не должны были получать систематическую, системную терапию. Пациенты делились на две группы. Это первая группа 438 пациентов, в котором назначалась таргетная терапия в стандартных дозах, и вторая группа 432 пациента, два соответствующих плацебо. Лечение длилось 12 месяцев. Далее продолжалось и продолжается наблюдение, но в настоящее время имеются данные о медианной наблюдении 44 месяцев. Первичной точкой была безрецидивная выживаемость. Каковы же были характеристики пациентов в обеих группах? Они были хорошо сбалансированы, со средним возрастом 50 лет пациентов. Чаще, но это закономерно, встречалась мутация BRAF-600Е и пациенты с 3-й B, 3-й C стадии. Каковы же были результаты? Мы видим, что назначение комбинированной таргетной терапии доброфенибом с страмитинимом приводит к выраженному увеличению безрецидивной выживаемости. Мы, если видим, что наибольшее расхождение в первый год, это амплитуда разницы 32% по сравнению с группой плацебо, а нижняя кривая, получается, это биология самой опухоли без лечения. Однако мы отмечаем некоторое снижение графика и к 4-х летней выживаемости каждый второй пациент доживал безрецидива, что, конечно, значимо лучше, чем в группе плацебо. Далее был пересчёт на подстадии. Мы видим, что 3-я стадия более благоприятная и расхождение кривых не такое выраженное. Однако с увеличением стадии данное расхождение всё увеличивается, и мы видим, что основной контингент пациентов, конечно, это с продвинутой стадии, с 3-й С стадии. Мы видим, насколько пациенты с 3-й С стадии без лечения прогрессируют в течение первого года. То есть разница составляет 44%. То есть это та группа пациентов, которая особо нуждается в адъювантной терапии. И здесь 3-я Б и 3-я С стадия. Далее после изменения в классификации мы произвели пересчёт эффективности лечения безрецидивной выживаемости. Мы видим, что да, при 3-й Д стадии закономерно отмечается наибольший разрыв между группой плацебо и таргетной терапии. И это говорит о том, что это та самая неблагоприятная группа, которая имеет также эффект от лечения. То есть ещё не всё потеряно. Также пациенты при исследовании мультифакторного анализа было выявлено, что таргетная терапия обладает преимуществом независимо от мутации, от пола, от возраста, от наличия микрометастазов, лимфоузлов поражённых. И, конечно, преимущественно здесь наглядное. Что же касается безметастатической выживаемости, здесь тоже хорошие результаты. 70% пациентов доживают до 4-х лет без развития метастазов по сравнению с 56% группе плацебо. И в настоящее время имеются данные трёхлетней общей выживаемости. Мы видим, что до 3-х лет доживает 86% пациентов. Мы видим, что и кривая группе плацебо тоже неплохие результаты, 7,7%. Но мы должны понимать, что эти пациенты после прогрессирования процесса также получали адъювантную, таргетную или иммунотерапию. Ну и мы все знаем, что таргетная терапия, конечно, обладает своей токсичностью. Основная токсичность встречается в первые 2-3 месяца, но в настоящее время все умеют пользоваться, имеются алгоритмы, мониторинг состояния пациентов, позволяющие опережить этот временной промежуток и далее спокойно продолжить терапию до года. Но мы видим, что, конечно, каждому третьему пациенту приходится снижать, редуцировать дозу, но мы уже знаем, что редукция дозы по причине токсичности не ухудшает результаты лечения. И в заключении этого исследования был сделан вывод, что да, данная комбинация очень эффективная, редуцирует риск рецидива заболевания, и FDA регистрировала данную комбинацию как адъювантная терапия при третьей стадии с мутацией BRA. И однако мы видим, что отмечаются трёхлетние и четырёхлетние показатели безрецидивной выживаемости, они сопоставимы, то есть организуется плато. И тогда возникает вопрос, может, если таргетная терапия помогает в первый год лечения, мы видим, насколько разрыв кривых, возможно, если мы будем продолжать терапию, данные кривые ещё более будут расходиться. Ну, это мы в будущем посмотрим. И хотела бы остановиться на качестве жизни пациентов. Это как раз второй пункт задачи адъювантной терапии. Качество безопасности мы видим, что да, и в исследовании таргетной терапии, иммунотерапии качество жизни пациентов не страдает, то есть лечение безопасное. Здесь основной, на данном слайде основные подходы к адъювантной терапии третьей стадии, мы видим, что если у пациентов не будет адъювантной терапии, то пятилетний риск рецидива составляет 70%, а риск смерти пятилетний — 45%. А назначение таргетной терапии доброфенибом с тримитенибом снижают эти риски на 50%. То есть риск рецидива в течение 5 лет 37% при использовании таргетной терапии, а риск смерти снижается до 26%. Все эти данные исследования включены в рекомендации, нашли отражение, в рекомендациях российских, в которых указано, что использование таргетной терапии необходимо при 3А, 3Б, 3С и D стадии у пациентов с мутацией БРАФ-600. И мы видим, что здесь не вступает своим позициям и интерферон, который предлагается в качестве альтернативного режима, но мы должны понимать, что интерферон намного уступает оптимальным режимам, и, конечно, необходимо придерживаться оптимальных режимов при любом случае. Ну, здесь клинический случай нашего пациента, который в прошлом году заметил увеличение образования, экзофитный рост образования, извязление образования на грудной стенке. При выполнении мазка отпечатка выявлены клетки меланомы, при этом после обследования не выявлено каких-либо изменений отдалённых, выполнено и сечение на образовании кожи передней грудной стенки с интероперационной футодинамической гипертермией и биопсией сигнального лимфоузла. Что нам дала гистология, гистологическое исследование? Это изъязлённая поверхностно распространяющаяся меланома, то есть это уже B под пункт в категории T, что толщина 9 мм, это уже T4B, что имеется единичный статерит подкожно-жировой клетчатки, это уже N1C, и лимфоузел без метастазов. Здесь ещё раз подчёркивается важность работы патоморфологов, потому что необходимо выполнение достаточно тонких срезов, чтобы выявить изменения как в первичной опухоли, так и в удалённых лимфоузлах. Здесь благодаря патоморфологам выявился единичный минимальный сателлит, который и, получается, перевёл пациента в третью C-стадию. Если бы не было этого сателлита, пациент был бы кандидатом на интерферон, но в настоящее время выявлена третья C-стадия. Мы видим, что выживаемость у таких пациентов достаточно невысокая, 10-летняя выживаемость 60%, поэтому пациенту назначена таргетная терапия в стандартных дозах до профениба и трометиниба. И, как ни удивительно, пациент прекрасно переносит лечение, пока в настоящее время без признаков прогрессирования, то есть пациенту осталось ещё принимать около двух месяцев. Ну и вернёмся как раз к тому вопросу, кому же что выбирать в назначении адъювантной терапии. Если при метастатической форме нам всё-таки могут помочь такие моменты, как висцеральный криз, размеры обухолевого образования, симптоматика, то как тут выбрать, если у пациентов нет видимых изменений? И на что мы можем опираться? Это, возможно, конечно, в первую очередь экспрессия ПДЛ1, другие молекулярно-генетические аспекты. Например, если мы возьмём исследование диванного режима КИНОТ-54, ЧИПМИ-238, то у пациентов с высоким ПДЛ1 мы видим кривые, которые достаточно неплохие. Если мы их продлим образно так представим себе, то, конечно, они будут всё-таки выше, чем кривые в комбинированной таргетной терапии. И мы должны понимать, что при таргетной терапии происходит приобретённая резистентность, а при иммунотерапии первичная резистентность. Понимаем, что 60% пациентов резистентны уже к иммунотерапии, то есть они являются кандидатами на таргетную терапию. И в настоящее время НССН рекомендует назначение изучения ПДЛ1 как маркёр отбора пациентов на ту или иную терапию. И мы видим, что всё, что касается первичной резистентности иммунотерапии, это низкая иммуногенность, активность интерферона гамма, ПДЛ мы можем обратить в пользу таргетной терапии. Например, в исследовании КОМ-БИАДЭ изучалось влияние, ну здесь прогнатическое значимое, изучалось, значит, опухолевые нагрузки и экспрессии интерферона гаммы. И было выявлено, что у тех пациентов, у которых был высокий уровень интерферона гамма, однозначно лучше отвечали на таргетную терапию. И те пациенты, у которых была низкая опухолевая нагрузка, они статистически значимо лучше отвечали на лечение, чем при высокоопухолевой нагрузке. Или, например, все те маркеры, которые изучаются иммуноонкологией, и у которых отмечается отрицательная корреляция, возможно, это можно изучить и в пользу таргетной терапии. Ну и, конечно же, следующим пунктом является сопутствующая патология, потому что это также важный аспект. Если пациенты с выраженной сердечной патологией, с нарушениями зрениями, выраженными, то, конечно, они будут получать таргетную терапию с риском ухудшения данных заболеваний. Или, например, пациенты с выраженной аутоиммунной патологией или с такими состояниями, требующими высоких доз иммуносупрессантов, то, конечно, данные пациенты все-таки не являются кандидатами, первыми кандидатами для иммунотерапии. Возможно, им лучше использовать таргетную терапию. И что еще нам может помочь? Это, конечно, предполагаемая токсичность терапии. Более молодым пациентам, конечно, желательно назначение таргетной терапии, несмотря на то, что большой пул токсичности возникает в первые месяцы, это можно пережить и далее продолжить спокойно таргетную терапию, тогда как при назначении иммунных препаратов, иммуноонкологических, возникают отдаленные иммуноопосредственные осложнения, которые потребуют длительного приема больших доз кортикостероидов, которые могут негативно повлиять на гормональные состояния пациентов, на фертильность. И поэтому мы должны на это тоже обращать внимание. Конечно, удобство применения. Даже на примере настоящей пациентологической обстановки, конечно, использование амбулаторного приема дома, приема этих таблеток, сейчас наиболее приемлемо, чем, например, постоянная явка на инфузионную терапию пациента. Выбор пациента тоже играет роль. Необходимо беседовать с пациентом, объяснять ему все исходы, токсичность. Ну и, конечно, в настоящее время наличие препарата также является самым основным пунктом, который в некоторых случаях не оставляет нам выбора-выбора адъювантной терапии. И в заключение я хотела бы сказать, что да, пациентам всем со второй и четвертой стадии после удаления метастазов необходимо назначать адъювантную терапию, потому что эффективное использование лекарственных средств на минимально распространенном заболевании, конечно, позволяет достичь снижения риска и рецидива более успешно. И необходимо обязательно адекватное стадирование с помощью биопсии сигнальных лимфоузлов. Данная терапия является безопасной и, конечно, необходима постоянный контакт и контроль и информирование пациентов. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok